В Доме научной коллаборации состоялся межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». Участие в нем приняли около 120 обучающихся из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов. Сейчас технология очень важный предмет становится, все более и более важным. Поэтому подобного рода конкурсы они позволяют выявить одаренных детей, позволяют учителю увидеть свои какие-то недоработки и продолжать работать дальше. Конкурсная программа для учеников 6, 7 и 8 классов состояла из трех блоков – теоретического, практического и профориентационного. Первая часть проводилась в форме тестирования. В данном блоке школьникам было необходимо ответить на 30 вопросов. Что касается практической части, то на этом этапе участники конкурса собирали и испытывали роботов на кегель-ринге, разрабатывали модель куба, создавали 3D-модель тыквы и дизайн приглашения на выставку. Помимо этого школьники занимались и рукоделием, изготавливали чехлы для кружек и вышивали крестиком на салфетках. Конкурс для старшеклассников прошел в формате командных соревнований. Школьники разработали мини-проекты, актуальные в рамках грядущего года педагога и наставника. Тема нашего проекта – это финансовая грамотность, а именно обучение детей подрастающего поколения, как использовать свои деньги, карманные расходы. Но я считаю, что эти конкурсы, конечно же, важны, потому что они развивают в первую очередь логическое мышление и фантазию. То, что человек проявляет интерес к созданию какого-либо проекта, сам рассуждает, сам думает, рассуждает, а как его сделать. То, что в первую очередь получает образование для себя и, возможно, дает его другим людям. Технология, как школьная дисциплина, за годы существования сильно изменилась. Сейчас это не просто тот предмет, который обучают бытовым навыкам. Это дисциплина, которая должна помочь школьникам существовать в условиях постоянной модернизации окружающего мира. Чтобы шагать в ногу со временем, педагоги и участников за время конкурса поделились друг с другом опытом и методическими наработками. Маргарита Михайлова, Оксана Чеканова, Денис Сипайлов. Универньюс.